Сергей Григорьевич, вы не первый раз приезжаете в Михайловске. Вот хочется понять, чем для вас это место такое чудесное, волшебное. Когда вы приезжали сюда, можно первый раз вспомнить, или еще какие-то поездки в Вашем городе? Что здесь такое? Не знаю, я, наверное, не смогу передать своих ощущений, потому что мне для этого не хватит, пожалуй, красноречия просто, честное слово. Я жалею, например, об одном только, что я слишком поздно стал таким фанатом здешних мест. Хотя слово «фанат» тоже не подходит для этого. Таким поклонником здешних мест. Я слишком поздно сюда впервые попал. И я хочу сказать, что вот ощущение вот этой первобытности, оно меня преследует в каждый мой приезд. Хотя я тут уже неоднократно добываю. Здесь, ну, помимо того, что географически это шикарное место, просто, ну, это же не мы придумали, где быть этому месту. Так наш учитель распорядился. Здесь шикарное место, и оно может поразить не только русского человека, смею сказать. Это любого человека в мире это место способно просто, ну, так сказать, сбить с ног. Вот это место, которое руками людей поддерживает вот все, что здесь вообще заложено. Ведь очень легко, в принципе, не ухаживать за этим местом. Ну, поверьте, это же так легко. И оно через месяц придет в страшное запустение. Вот люди, которые здесь живут и работают, настолько здорово справляются вот с тем, что на них возложено. Вот это, кажется, меня заставляет ликовать. В-третьих, в-третьих, ну, вот это тот тоже, для тех, кто уже так близко изучает творчество Александра Сергеевича Пушкина, и, значит, вот является поклонниками, знатоком его поэзии, вот. Ну, это уже, таких, кстати, людей тоже немало. Не мы там с вами вдвоем, а немало. Так вот, когда погуляешь немножко здесь, особенно если тебя никто не бередит там всякими там вопросами повседневными, вы знаете, что начинаешь понимать, вот, как сказать, почему так здорово писал поэт. Вот, потому что помимо таланта, которым, несомненно, владел этот гениальный человек, наш соотечественник, вот эта вот аура, вот эта чудесная, я не знаю, начиная от звенящего воздуха, который здесь просто, здесь можно даже не обедать и не ужинать, потому что воздух настолько вкусный и объемный, вплоть до перспективы, вот, до всех этих деревьев, до всех этих строений, усадьб и так далее, невольно, невольно становишься вот соучастником вот этого творчества, который, который преследовало нашего с вами любимого поэта. Меня, вот поэтому меня сюда и тянет. Я не знаю, я не знаю, как вам это правильно объяснить, но это вот, это действительно какая-то странная аура. Таких мест есть несколько в мире, ну вот, чтобы вы понимали, куда я там ассоциацию кладу. Флоренция, там, Венеция, Пушкинские горы, я не стесняюсь и не тут, и не юлю, когда вот называю вот эти вот понятия рядом. Честное слово, это действительно чудо, которое есть у нас, у русских людей. Сергей Григорьевич, вы не первый раз на острове уединения пишите Александру Сергеевичу Пушкину, аудиокнижу. Да. Вот, вы и пять лет назад говорили, что есть в этой записи что-то такое, что в студии возможно добиться. Так вот, что же это такое? Может быть, попробуйте проанализировать для нас, чтобы было понятно. Ну, как вам передать эту ассоциацию, это совершенно актерская история. Ну вот смотрите, ну вот смотрите, артисты, которые играют юнкеров, юнкеров поселяются где-то в военном корпусе и одевают на себя юнкерскую форму, и ходят строевым шагом, и поют песни юнкеров, и питаются по кулинарной книге того времени, и изучают там закон Божий, и все предметы и дисциплины, которыми должны были владеть юнкера. А в Театре Европы Лев Абрамович Додин, для того чтобы сыграли пьесу о деревне на северных морях, в Архангела Губернской Горонь, значит, на губернии, туда увозят артистов. И они живут в этой деревне месяц, а то и не месяц. И живут там, общаются, значит, с людьми, изучают их нравы, характеры, их речь и так далее. И, ну, понятно, да, чтобы что-то сделать, нужно погрузиться туда, вот, зачем тебе это нужно? Ну, вот, писать на острове уединение, это вообще какой-то сон. Ну, это, честно говоря, сон. Было бы потеплее, и было бы разрешение, я бы перед записью и переночевал бы там. Честное слово, потому что, потому что, действительно, представить себе, там, всегда говорят артисту, нафантазируйте то-то, представьте себе то-то. Так вот, если представить себе, что ты сидишь на скамейке, на которой сидел Александр Сергеевич Пушкин, ну, ну, это же, это же счастье, это же счастье, а я, а я трогал несколько раз даже предметы, которые были в руках у Александра Сергеевича Пушкина. Ну, что это? Это счастье. Значит, какой, по дождеству я счастливый человек. И последнее. Что-нибудь, что помню, в школьной программе, наизусть Александра Сергеевича Пушкина. Будешь смеяться, но я уже это где-то озвучивал. Понимаете? Я очень люблю котов с детства. Так случилось. Вся моя жизнь проходит среди котов. Да? Вы спросите меня, а какое, Сережа, это имеет отношение к поэзии Пушкина? Так вот, смотрите. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вот кому, кому еще пришла в голову мысль назвать кота ученым? Многие из нас пренебрегают этими животными, называя их там такими, и сякими, и пятыми, и десятыми. А поэт назвал кота ученым. Но для меня это очень дорогая метафора. Хотя это все, конечно, в большей степени шутка. Но то, что кот ученый ходит по цепи кругом, для меня это имеет очень большое значение. Спасибо. Пожалуйста. Порядок? В порядок? Можно? Стоп. Все, спасибо. Теперь несколько слов вам, Игорь, говорил, да? Да, тогда идемте. Или это не с вами? Лови, я его спущу, а ты лови. Ловит? Нет, я не буду ловить. Да? Да. Порядок. Постойте так Да, можно Спасибо И с кормилицей И с черной моською И как ей сказали, что старый Смотритель умер Так она заплакала И сказала детям Сидите смирно А я схожу на кладбище А я было Вызвался довезти ее А барыня сказала Я сама дорогу знаю И дала мне пятак серебром Такая Добрая барыня Мы пришли на кладбище Голое место Ничем не огражденное Усеяное деревянными крестами Не осененными Ни единым деревцем От роду Не видал я такого печального Кладбища Вот И лежала долго А там Барыня Пошла в село И призвала Папа Дала ему день И поехала А мне дала Пятак серебром Славная барыня И я отдал Мальчишке пятачок И не жалел уже Ни о поезд Ни о семи рублях Мною истраченных И осталось Осенью Серенькие тучи Покрывали небо Холодный ветер Дул С пожатых полей Унося Красные И желтые Листья Со встречных Деревьев Я приехал В село При закате солнца И остановился У почтового домика В сене Где некогда Поцеловала меня Бедная Дуна Вышла Толстая баба И на вопросы Мои отвечала Что Старый смотритель С год как помер Что в его доме Поселился Пивовар А что она Жена Пивоварова Мне стало жаль Моей напрасной Поездки И семи рублей И сдержанных Даром А чего же он Умер Спросил я Пивоварову Жену Спился Батюшка Отвечала она А где его Похоронили За околицей Подли Покойной Хозяйки Нельзя ли Довести Меня До его Могил Почему же Нельзя Эй Ванька Полно тебе С кошкой Увозиться Проводи-ка Барина На кладбище Да укажи ему Смотритель Его могил При сих словах Оборванный Мальчик Рыжий Кривой Выбежал Ко мне И тотчас Повел меня За околицу Знал ты Покойник Спросил я Его Дорогой Как не знать Он Выучил Меня Дудочки Вырезывать Бывало Царство Ему Небесное Идет Из кабака А мы За ним Дедушка Дедушка Орешком А он Нас Орешками И наделяет Все Бывало С нами Возится А проезжие Вспоминают Ли его Да Но Немало Проезжих Разве Заседан Старого Смотрителя Оставил Дуню И подошел К нему Дрожа От гнева Да Что Тебе Надо Сказал Он Ему Стиснул Зубы Что Ты За Мною В суду Крадешься Как Разбойник Или Хочешь Меня Зарезать В салон И Синей Рукой Схватил Старика Завор Вытолкнул Его На лестницу Старик Пришел К себе Квартиру Приятен Его Советовал Ему Жаловаться Но Смотритель Подумал Махнул Рукой И Решился Отступиться Через Два Дни Отправился Он Из Петербурга Обратно На свою Станцию И Опять Принялся За Свою Должность Вот Уже Третий Год Заключил Он Как Живу Я Бездуль И Как Одну Нет Ни Слух Ни Дух Живая Нет Бог Ее Ведет Всяко Случается Не Ее Первую Не Ее Последнюю Сманил Проезжий Повес А там Подержал Да И Просил Много В Петербурге Молоденьких Дур Сегодня В отлазе Добав А завтра Поглядишь Метут Улиц Вместе И Ворот 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 Но Ассигнации Уже Не Было Хорошо Одетый Молодой Человек Увиде Подбежал К Свощик Сел Поспешно И Закричал Пошел Смотритель За ним Не Погнал Он Решился Отправиться Домой На Свою Станцию Но Презо Хоть Раз Еще Хотел Увидеть Он Бедную Свою Думу Для Сего Дни Через Два Для Сего Дни Через Два Воротился Он К Минскому Но Военный Лакей Сказал Ему Сурово Что Барин Никого Не Принимает Грудью Вытеснул Спередней И Хлопнул Дверь Ему Под Нос Смотритель Постоян Постоян Да И Пошел В этот Самый День Вечер Шел Он Политейный Отслужив Молебен У всех Скорбящих Вдруг Промчались Перед ним Щегольские Дрожки И Смотритель Узнал Минского Дрожки Остановились Перед Трехэтажным Домом До самого Подъезда И гусар Взбежал На крыльцо Счастливая Мысль Мелькнула В голове Смотрителя Он Воротился И Поравнявшись Брат Здесь Ужинат Не В зимний Мелькнула Счастливая Проезжий Дуна Голова Счастливая 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 сословия смотрителя. В самом деле память одного из них недрагоценных обстоятельств некогда сблизили нас. И от нем так не умел я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году в мае месяце случилось мне проезжать через Эннскую губернию по тракту и не уничтоженную. Находился я на этой лечении, ехал на перепроданы и платил прогоны за две лошади. Вследствие всего смотритель со мной не церемонен и часто убирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по тракту. Будучи молодым пыльчиком, я негодовал на Низес и молодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного в бане. То есть долго не мог я привыкнуть и к тому, чтобы разборчивый холок обросил меня блюдом на губернаторском обвече. ныне то и другое, кажется мне, порядка вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила чин-чинок почитали, велось бы в употреблении другое, например, ум ума почитали. Какие возникли бы споры, и слуги с того бы начинали кухни не подавать. Но, обращаясь к моей поясе, день был жаркий, третий стакан под станцией Н стал накрапывать, Питер в минуту, проливной дождь вымотил меня до последней дни. По приезду на станцию первая забота была посередине одеться на рану просить свеча. Эй, дуна! Закричал, смотрите, поставь самовар, до сходи за свечами. Приси в словах, вышел из-за перегородки девушка лет четырнадцать и побежал в семье. Красота ее меня поразила. Как вызывает его, шутливый, для себя. Не настоящая эликаторка, покой ни днем, ни ночью. Всю досагу, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителя. Погода несносная, дорога скверная, емщику прямо, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Харфиске удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя. Но если не случится лошадей, Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голове, в дождь и слякость, принужден он бегать по дворам. В буре, в крещенский мороз, уходит он в сене, чтоб только на минуту отдохнуть от клика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Грожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе Курьевску. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут колокольчик и фельд, и егель бросает ему на стол свою подорожную. В них подорожную. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...